Привет любители и фанаты шахмат! С вами Александр и канал Уроки шахмат для начинающих Смотрите какой интересный подход Магнус Карлсон выводит коня на c3, а не на f3 То есть на сицилианскую защиту Он знал наверное, что Дуда будет играть вариант дракона Притом ускоренный вариант дракона И он ходит d4 cd, ферз d4 И на коне f6 Не надо ходить e5 Такой ход тоже существует Ну, конь c6 тогда И вот такое какое-то продолжение Нашего ферзя немножко попинали У черных удобное развитие Не советую вам так ходить Слон e3, ходите как Магнус Играйте как Магнус И побеждайте всех ходов в 20-30 Смотрите, слон e3 И в чем отличие от Обычной югославской атаки В варианте дракона Сейчас я вам покажу То есть смотрим сначала немножко партию Конь c6 Ферз d2 И d6 Вот получилось Что черные не провели d5 в один ход Это идея ускоренного дракона А структура получилась обычная драконовская Вот f3 И тогда Обычный стандартный подход В югославской атаке Это продвинуть пешку на h4, h5 Пожертвовать ее Конь забирает Мы накатываем пешкой на g4 Потом там размениваем чернопольного слона И объявляем мат по линии h Это все было еще известно Со времен Роберта Фишера Который говорил, что победил Выиграл кучу партий Вот в таком стиле То есть накатил Скинул пешку по линии h Открыл ее и поставил мат И вот в таком же стиле Побеждает тут Магнус Харлсон Суперграссмейстера Яна Кшишлова Дуду Который его даже побеждал Который очень сильно играет Конечно же эту классику все знает Вот Слон g7 Конь g2 И отличие от От стандартной вот этой вот Системы Смотрите Стандартная Стандартный дракон Вот И югославская атака Вот они Такой Такой порядок ходов И потом Просто d5 можно такнуть d5 И они Открыто у них слон Получается Они провели прорыв И После конь c6 Там например У них все хорошо Вот поэтому Магнус играл Конь c3 Кратко промотаем Чтобы запомнить Вот Сразу же выставил Батарею Чтобы разменять слона Естественно Укрепляет пешку Вот Слон g7 Подводит коня И на слон Е6 Нападает на этого слона Его можно даже съесть Вот он мог его съесть Тогда Получилось бы Наверное что-то Вот в таком духе Отходим слоном И Е5 Такой типичный прорыв Который тоже запомните Пробили Пробили Но Черные фигуры Играют У белых намного лучше Но не все так просто То есть Мы опять-таки Линию h Вскрываем Проводим прорыв Конь e5 h5 Вот она Фишеровская Идея Даже не Не жертвуем Эту пешку Так как она защищена Слон c4 Хороший ход Размениваем И тут меня Янг штыжистов Дуда Очень неприятно удивил И себя наверное тоже Линию h Нельзя открывать Нельзя вскрывать Почему он побил hg Я не знаю Это решающая ошибка Надо было конечно Брать fg Вот И например Вот так вот Еще можно сражаться После hg Все заканчивается Очень быстро То есть По стандартному Лекалу Просто размениваем Этого слона Тут Опять-таки Стандартная жертва Качество Вот Все разносим Естественно Уничтожаем сначала Защитника Королевского фланга Вот Размениваем его Потом шах Слон Шах Слон d3 И Дуда сдался Потому что На двадцатом ходу уже Супер гроссмейстер Сдался Который знает Всю эту классику Потому что Просто рокировка будет Ну вот например Ладья е8 Рокировка Грозил мат С h8 Поэтому f7 Например Сыграют Ну шах Шах И мат Запоминаем Просматриваем Еще раз Делимся Комментариями Почему так Сыграл Дуда Аж же Непонятно Может быть Вы знаете Вот Какие ваши мысли И записываемся На обучение До новых встреч Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...